Даша встала рано На столе лежала куча овощей, поверх какая-то зеленоватая открытка. Должно быть, зеленщик захватил ее на почте вместе с газетами. Петька, матрёнин сын, сидел на пороге и сопя привязывал к палочке куриную ногу. Матрёна вешала на акации белье. Даша налила в глиняный таз воды, пахнущей рекою, спустила с плеч рубашку и опять поглядела, что за странная открытка. Взяла я за кончик мокрыми пальцами, там было написано. Милая Даша, я беспокоюсь. Почему ни на одной из моих писем не было ответа? Неужели они пропали? Даша быстро села на стул, потемнела в глазах, ослабли ноги. Рана моя совсем зажила. Теперь я каждый день, занимаясь гимнастикой, вообще себя держу в руках, а также изучая английский и французский языки. Обнимаю тебя, Даша, если ты меня ещё помнишь. И Телегин. Даша подняла рубашку на плечи и прочла письмо во второй раз. Если ты меня ещё помнишь. Она вскочила и побежала к Кате в спальню, распахнула ситцевую занавеску на окне. Катя, читай вслух. Села на постель к испуганной Кате и, не дожидаясь, прочла сама и сейчас же вскочила, всплескнула руками. Катя, Катя, как это ужасно. Но ведь, слава Богу, он жив, Данюша. Я люблю его. Господи, что мне делать? Я спрашиваю тебя, когда кончится война? Даша схватила открытку и побежала к Николаю Ивановичу. Прочтая письмо в отчаянии, она требовала от него самого точного ответа. Когда кончится война? Матушка ты моя! Да ведь это никто теперь не знает. Что ж ты тогда делаешь в этом дурацком городском союзе? Только болтается чепуха с утра до ночи. Сейчас еду в Москву к командующему войсками. Я потребую от него. Что от него потребуешь? Ах, Даша, Даша, ждать надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова